Арабская женщина Рядом с ней был мужчина-араб, и он молился традиционной исламской молитвой на земле. И он поднялся с земли, и у себя сбоку он вытянул этот очень длинный золотой меч, и он обезглавил женщину. Мои ноги тряслись, и мое сердце билось все быстрее. Мой отец сказал, если ты не будешь слушать учения, которые мы вкладываем в твою жизнь... Однажды это произойдет и с тобой. Я родилась и выросла в маленькой стране под названием Кувейт, в обществе с 98% исламского населения, двое из моих дядей и мамы. А один глава мечети, в которой я слышала призыв к молитве пять раз в день. Как у мусульманки слово «иуди», что значит «евреи», было вложено в меня как плохое слово, как ругательство. Евреи не должны существовать, они должны быть убиты. И я никогда не задавалась вопросом, почему я должна их ненавидеть. Я никогда не встречала их в своей жизни. Они никогда не сделали ничего, чтобы могло бы обидеть мою семью. Я просто ненавидела их. Само слово вызывало ненависть в моем сердце. Очень важно изучать Коран и хасиды, и даже запоминать их на арабском. Я даже принимала участие в соревнованиях, в которых ты должен процитировать длинную главу перед исламскими лидерами и учителями. Я заняла второе место. Я думала, что я отлично справилась, но мой отец сказал, нет, это недостаточно хорошо. Большую часть своей жизни я была в одиночестве, сама. Сломленный человек, нуждающийся в любви от своей семьи. Но я никогда не получала этого от них. Я пыталась пережить эту любовь от Бога Создателя, от Аллаха. Во время своей молитвы я поднимала руки и взывала к Аллаху о помощи. Пожалуйста, помоги моему отцу перестать бить мою мать. Пожалуйста, помоги моему отцу перестать бить меня. Но помощь не приходила. Бог не являлся приветливым Богом у мусульман. Бог не говорит, я люблю тебя. Войска Саддама Хусейна пришли посреди ночи. И они захватили мою маленькую страну Кувейт. А потом они пришли в мой город. Они разрушили дома. Они разграбили дома людей. Они украли имущество. Они убили мужчин и изнасиловали женщин. Позже мы получили статут беженца, чтобы остаться в США. Моя бабушка внезапно очень заболела. У нее был сердечный приступ. И она поехала в больницу. И два дня спустя она умерла. Я была опустошена, потому что я потеряла своего лучшего друга. И эта женщина подошла ко мне и спросила, все ли у меня хорошо. И я сказала, нет, Паола, моя бабушка умерла. И я просто начала снова плакать. В тот момент мне было так больно, что только слезы помогали. Паола подошла ко мне и обвела меня своими руками и обняла меня. Потом она задала вопрос, ты бы хотела пойти со мной в церковь? Когда я вошла в эту церковь, я ощутила любовь от этих людей и принятие от этих людей то, чего у меня никогда не было раньше. Объединенные вместе. Там были мужчины и женщины вместе. И им не надо было находиться отдельно. Никто не осуждал друг друга. И они знали, что я мусульманка. Они были такими дружественными ко мне, принимая меня и любя меня. И это было очень неожиданно для меня. И впервые в жизни я услышала позлание из Библии. Он начал читать истории об Иисусе. Когда он вошел в синагогу, ему дали свиток пророка Исаии. Он открыл свиток и начал читать это писание. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное. В первый раз, когда я услышала эти слова свободы, исцеления и освобождения, я отчаянно желала освободиться от уз. Я была пленницей в исламе. Я хотела освободиться от этого. Я была так ослеплена ненавистью в своем сердце. Темнота отошла от моих глаз. Покрывалась, спала с моего сердца. Я знала, что решение, которое я принимаю, решение оставить ислам, это серьезное решение. По законам шариата, исламским законам это карается смертью. Но я отчаянно желала знать живого Бога. В тот день я отдала свою жизнь, чтобы стать последовательницей Иисуса. Это Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И народ Израиля у Бога в сердце. Я сказала, Боже, прости меня. Я не знала, что ненавидела Твой народ. Я люблю еврейский народ, потому что это их Бог, их Мессия, за Которым я следую. И Он сказал мне любить их. Я никогда не знала, что произошло с шестью миллионами евреев, которые погибли. Я никогда не слышала об этой истории в Кувейте. Теперь, когда я встретила жертв Холокоста, я знаю их историю, и я делюсь с ними моей историей. Ваш Бог, Ваш Мессия изменил мое сердце, отдав свою жизнь за меня, чтобы я могла жить вечно. Он освободил меня, Он спас меня. Он пришел и принес радость в мою жизнь снова. И я благословенная женщина. Я начинаю плакать, и они начинают плакать, и мы можем построить с ними отношения. И они принимают меня, они любят меня. Это привилегия иметь это в моей жизни. Я одна из тех, кто за Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok